Я это все знаю, все помню, как жили с мамой еще во время войны. Он получил вот деньги, вот, нас считай. Нет ничего, да я говорю, и ты со мной жить не будешь, а что оставишь, уйдешь в другой. Он говорит, нет, Анна, никуда я не уйду, будем жить. Как уж Господь приведет, так и Господь приведет. И поэтому и мама тоже говорила, что, Анна, будем молиться Богу, Господь, говорит, приведет его. А потом уже и согласился, и стал и в церковь ходить. А вот то, что вы вышли за него замуж, вам не страшно было, что, ну, как бы он же не такой неревностный был, в церковь не ходил, вроде как безбожником его не назовешь. Вы говорите, что он был из старобрядческой семьи тоже. Вам не страшно было идти за такого? А ну, а я сразу с ним говорю, что, и мама говорила. Вот он, что сейчас так, ну так. Ну, он мне сразу сказал, что. А я, говорит, вот сразу не могу прямо на пост перейти, там, в церковь ходить и все. Ну, говорит, это, ну, я говорю, что я буду и ходить, Господь доведет меня, и посты буду, и все буду делать, и все. Говорит, я это все понимаю, все знаю, я не забыл. И поэтому и мама тоже говорила, что, Анна, будем молиться Богу, Господь, говорит, приведет его. Он говорит, что он никогда, я от него ни одного матерка не слышала, сколько мы жили, никакого. Меня не то, что там мы с ним бы ругаться. Он даже, а что-то сказал, так он, и то, не грубо там, что-то мне сказал, а то, что сказал. Анна Семина. А вот так. Вот так. Другой мы так матерком, что, ну, вот ты, что-то я не соглашаюсь с ним. А он вроде бы говорит, нет, Анна Семина, а будет так. Вот как я сказал. Вот так. Ни одного матерка от него не слышал. Это будет, что постовать, посидать, кушать, что, какой день, постный, молотный, чтобы так же кушать. Он говорит, пойдет, я это все знаю, все помню, как жили с мамой еще во время войны, пока я не отошел от семьи, от нашей. И говорит, а сейчас я работаю машинистом, я не могу что-то бороду носить. Я сто брод не могу, брею. Это посты соблюдать тоже, говорит, не хочу. Ну и вот. И мы поженились, и мы с мамой молотно ели, когда постно, когда постно. А он, у нас был отец Трофим, я отцу Трофиму каялась, он сказал, что ты, говорит, ему рыбу вари, рыбу ведь, вот это, рождественским-то постом, можно рыбу-то есть вообще, не даже постом, это не мясо и не яйца. Говорит, а рыбу ему готов во всяком виде. Ну и вот он помаленечку начал пока рыбу, а потом уже и, а потом уже и согласился, и стал в церковь ходить. А в церковь раз пошел он, он таким был и ревенителем, ты знаешь его, как он у меня стал. Вот так вот. Бабань, а вот сначала, скажите, получается он, как это, ну сначала говорил, что ты меня не заставляй, да, ходить или как? Ну да, ты, говорит, меня не неволь, потому что вот, ну что, я поначалу, это Саша, давай, пойдем все-таки со мной, и он, и говорит, ты меня, это, ну не, не, как бы, это. Не заставляй. А придет время, я пойду сам, он придет. И он, правда, когда он только вот еще маленько-то работал, еще немножко, несколько времени, и он уже как-то в церковь-то сходил. Один раз сходил, все ему там, это на Пасху Христову, я его просила, он как сходил, на Пасху-то Христову понравилось, так. И тут быстро он уже отработал, он больше на работе, даже одного дня не работал, как на пенсию идти. Он сразу на пенсию ушел, и сразу пошел в церковь, и тут и посты, и тут и все, и все, и все. Он курил у вас? Не курил, ни одной папироски не скурил. Понятно. И не курил, и ничего. А он вас не бил? Иногда, пить, пил, когда в дело. Понял, нет-нет, а он вас не бил? Ну, руками, ничего? Нет, нет, никогда. У нас никогда с ним ссоры не было, мы жили друженько с ним. Ну а как, вы вот прям всегда ему подчинялись, прям, или все-таки все равно у вас, как вот по-женски, все равно вот хочу на своем. А вот так вот бывало что-нибудь, ну, в чем-то, что-то. Я говорю, Саша, наверное, надо вот это вот так вот сделать, так вот сделать. А он согласится, говорит, ну, давай, так. А другой раз что-то, опять я говорю, Саша, что-то вот это, или вон, Анна, а тут вот это вот так вот что-то надо. А я другой раз ему говорю, Саша, это он, ну, я говорю, что, ну, не знаю, вот так бы надо. А он скажет, нет, давай так, сделай что-то. А потом говорит, Анна Атемина, а все-таки ты права, надо было сделать, как ты говорила. А я вот так сказал, они правильно. И я также другой раз настал на своем, а потом тоже говорю, Александр Юрьевич, меня ради Христа прости, я виновата в этом. Надо было так, как ты. И мы вот так вот у нас. А чтоб заругались, не было у нас этого. Понятно, то есть вы признавали ошибки, просили прощения. Да, все время только прости ради Христа, и все, и все. И у нас только было так. Понятно. Никогда мы не ругались с ним. Бабань, а деньги у вас порознь были, деньги? Нет. Или как? Деньги он получает, вот так вот, в столе, стол, там это, такая вот, зажига, он получает деньги. Анна, вот я получил деньги, вот деньги. Там у нас коробочка стояла, например, вот такая коробочка, так закрывалась. Он получил, вот деньги, вот, на, считай. Вот я получил деньги. Я получаю, как и деньги. Саша, я вот тоже получила деньги, вот, вот они в коробке. Он пошел в магазин или куда-то пошел. Надо, он говорит, Анна, я вот столько-то денег беру. На всякий случай, мало ли что, куда надо. Бери, и он мне тоже говорит, а ты куда-нибудь вот собираешься идти и всегда с собой денег бери. Мало ли что, не хочешь что-то, а придешь, вот, допустим, в магазин, увидела что-то и надо, а денег нету. Так ты всегда бери, купила, так я же, увидела что-то, деньги есть, купила. Ну, нет, нет, ты обратно их принесет, и все. Вот так вот у нас было. Конечно. Все вот. Мамань, а никогда у вас не было мысли с детьми Сашей, ну, детей усыновить? Знаю, что у вас нету детей. Да детей-то надо было, да не было у нас их. Не было их у нас, дети, надо было. Усыновить? Была такая мысль? А усыновлять нет. Нет? Нет. А другого брать нет. А вот это я все, потому что я же ведь под машину попадала сильно, у меня было так, мне говорили, что сейчас у меня такой сильный процесс, что вот у меня машина раздавляла. Я работала, когда я, а работа-то у нас была в этом, какой он, чех-то, запретный чех, этот чех, и мы два раза комиссию проходили полностью. Так у меня все врачи, так, посмотрят, так, а это что у тебя тут? Я говорю, под машину попадала, так и так, и говорила, что у детей, говорю, вот все. Они говорят, что сейчас не будешь рожать, воспатительный процесс идет. Когда пройдет, тогда ты, а вроде тебе так, ничего не повредило, чтобы детей не рожать. А может, вот, не было, может, и повредило что-то, может, и врачи тоже ошибались, вот, и детей у нас и не было. А такая вот, чтобы чужого брать, нет, мы не хотели, потому что свои дети, всякие бывают, а чужого возьмешь. Понятно, понятно. Так, я ему только говорила, говорю, Саша, а я говорю, вот так вот, нет, ничего, да я говорю, и ты со мной жить не будешь. А что, оставишь, уйдешь в другой. Он говорит, нет, Анна, никуда я не уйду, будем жить. Как уж Господь приведет, так и Господь приведет. Вот, ну, врачи-то все-таки говорили же, что, хоть, может, когда-то, когда-то, но я все равно рожать буду. Еще все надеялись, что, может быть, у нас и будет свой. Ну, ладно, все. Ну, а потом, когда он в церковь пошел, он же говорил, что это, что я, говорит, хочу узнать, да, он стал изучать сам. Да. Вот. Что, книги читать. Книги читал, это был у нас дьяконом отец Дмитрий, потом его в Звизовск взяли. Так вот, он говорил, что, Александр Ильич, мне некогда выговорить ко мне на неделю, будем созваниваться и приходите вечером, часочка на полтора, надо будет заниматься. И Андрей Феодотович тоже к нам приходил, и вот все занимались, и Александру Ильичу Андрею Феодотовичу библию подарил, и все. И вот он у меня таким стал, все. Понятно. А, Бабань, вы с какого года, как вы вот военные годы прожили? Тяжело было, голод, да, там? Вы с какого года рождения? С 29-го года. Конечно, тяжело, и все было, и я больше легче говорить уже не могу. Понял, понял. Уже отговорила все. Ну ладно, спаси Христос. Уже все отговорила. Уже отговорила все 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 отговорила. Продолжение следует...